Злоумышленники не дремлют. В Заречном снова зафиксированы случаи незаконного отъема денег у населения. Сотрудники полиции обеспокоены сложившейся ситуацией. Недократно обращаются с жительством города Заречного с просьбой обратить внимание на те виды преступных посягательств, которыми в настоящее время пользуются разного рода мошенники. Речь идет о телефонных мошенниках. Действуют они самыми разными способами. Кто-то размещает в интернете и иных средствах массовой информации объявления о покупке различных товаров, после чего выясняет у потенциальных продавцов реквизиты банковских карт, якобы для перевода денег за услугу. А затем мошенник, зная реквизиты, снимает все деньги со счета жертвы и перестает выходить на сверс. Еще злоумышленники наживаются на доверчивых пенсионерах, звонят им, представившись с сотрудниками различных миссионных фондов и некоммерческих организаций, и сообщают, что жертве предоставляют компенсации за приобретение лекарств за полгода или год. Сумму называют немаленькие. Требуют заранее перевести им определенные проценты от суммы компенсации. Не стоит говорить, что саму компенсацию пенсионерам получить не придется, а переведенным мошенникам сумму уже не вернуть. Средства массовой информации и в сотрудники правоохранительных органов неоднократно информировали зареченцев об опасности быть обманутым. Ведь предупрежден, значит вооружен. И многие горожане готовы встретить преступников во всеоружии. А сталкивались вы с телефонными мошенниками вообще? Звонили? Нет, лично нам нет. Ну а что бы вы сделали, есть по вам вот фриду? Трубочку, наверное, положила бы. Сказала, ошиблись номером. Сталкивались вы с телефонными мошенниками? Нет, знакомые сталкивались. Ну а скажи так, а что ты будешь делать, если вот допустим доведется? Ну само собой, я проигнорирую. Доводилось ли вам встречаться с телефонными мошенниками вообще? Нет, нет, такого не было. Такого не было, слава богу, еще пока. Да. Надеемся, не будет. А вот если бы, допустим, вам вот так вот довело, что позвонил бы какой-нибудь мошенник, что-нибудь начал там вот предлагать, требовать, еще что-нибудь, что бы вы сделали? Сразу бы скинули трубку. Да, скинули трубку. Однако никакая профилактика не заменит с собой простую человеческую внимательность и осторожность. Ведь все преступные схемы основываются на хорошем знании человеческой психологии. Умело манипулируя людьми, преступники добиваются того, что жертва сама добровольно переведет деньги, предоставит реквизиты или иным способом подвергнет опасности свои сбережения. Будьте внимательны и не поддавайтесь неловке зловомышленников. Григорий Тризна, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова